Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Картина дня. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Людмила Варакина. И мы беседуем с врачом, экспертом лабораторной диагностики Александром Соловьевым. Приветствую вас. Региональный Минздрав заявил о появлении на Среднем Урале новой вакцины от коронавируса и пивак-корона, которую планируют ставить онкологическим и тяжелым больным. Надо ли надеяться на новую вакцину и лучше ли она спутникови? Во-первых, относительно прорывной вакцины. Речь идет о вакцине как платформа, которая уже использовалась при изготовлении других вакцин. Это, в частности, грипп, гепатит B, гепатит A и так далее. Это рекомендантная пептидная вакцина. По сути своей, это просто набор белков, антигенов, которые вводятся нам с помощью вакцины, стабилизированной диавантом. Вот спутник ВИИ – это вакцина векторная, это вакцина нового типа, которая до всего момента не использовалась никогда. И в этом тут сложно говорить, что из них прорывное. Наверное, все-таки спутник ВИИ – это более современная технология, использующая генетические методы при изготовлении вакцины. Относительно эпивака было много ожиданий, учитывая опыт использования подобных вакцин. И эти ожидания были связаны, в первую очередь, не с улучшенной эффективностью этой вакцины, а с тем, как она будет переноситься. Потому что, если спутник ВИИ – это цельные вирусы, аденовирусы двух типов, и ожидалось, что на них будет больше реакций местных и общих постракцинальных, то спутник ВИИ, учитывая, что это обычные белки, то на них, это более, так скажем, очищенная вакцина, условно говоря, то на них ожидалось, что будет лучше переносимость, а, соответственно, предполагалось, что эту вакцину лучше будет использовать среди тех групп пациентов, ну, не пациентов, людей, которые какие-то риски имеют при вакцинации. Это более старший возраст, там, люди с отдельными заболеваниями и так далее, вы их перечисляли уже. И это ожидание. Вот на сегодняшний день, понятно, что хотелось бы опираться на какие-то факты, связанные с подтверждениями вот этих предположений. Но, к сожалению, таких фактов подтверждающих нет, потому что не опубликованы данных о новой вакцине АПИВАКИ, и, соответственно, как бы однозначно о чем-то говорить невозможно. То есть вакцина с 3 декабря проходит третью фазу клинических исследований, и нет опубликованных данных даже по первой-второй фазе. То есть если по спутнику мы эти опубликованы результаты исследований первых фаз видели, и были как минимум пресс-заявления по третьей фазе, по результатам, то по новой вакцине вообще нет никаких данных в принципе. И непонятно, на чем основываться, отвечая на такие конкретные вопросы. Министерство здравоохранения Свердловской области планирует привить 60% населения региона, чтобы справиться с коронавирусом. С вашей точки зрения, когда это может произойти и в течение какого периода? Очень непростой вопрос, потому что неизвестно, насколько способны наши промышленные мощности обеспечить вакциной населения, потому что с момента начала вакцинальной кампании массовой, она стартовала в начале декабря фактически, Свердловская область получила первоначально 15 тысяч доз вакцин, которые сейчас проставлены, и вот новая партия пришла более 40 тысяч доз. Но 60% населения Свердловской области, если сопоставить с этими данными, и вот уже прошло практически два месяца, скоро закончится от начала вакцинации, ну, конечно, это очень маленькая доля. То есть нам надо привить значительно больше людей, а это значит ежемесячное количество доз, оно должно превышать сотни тысяч поступивших доз. То есть мы пока близко даже не приближаемся к темпам вакцинации, которые бы нам позволили, например, в первые полгода 2021 года провакцинировать эти 60% населения. И спрогнозировать, насколько растянется вот этот период вакцинальный, очень сложно на сегодняшний день. Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловский в интервью «Комсомольской правде» сказал, что в нашем регионе на британский штамм проверяют 7 человек. Надо ли нам бояться? Ну, я думаю, что то, что мы наблюдаем с динамикой эпидемии в других странах, с появлением британского штамма, конечно, заставляет как минимум тревожиться. Не то чтобы бояться, но тревожиться нужно. И заставляет нас не менять свое поведение, а сохранять инфекционную настороженность и применять все меры инфекционной безопасности. Поэтому вирус дойдет этот до нас в любом случае, и, скорее всего, южноафриканский. То есть темпы распространения его по миру возросли. То есть меньше недели назад заявлялось о том, что в 60 странах британский вирус обнаружен, а сейчас уже в 70, и он успешно вытесняет старые варианты коронавируса в европейских странах. И при этом мы наблюдаем резкое и значительное увеличение числа новых случаев заболевших. Поэтому, конечно же, Россия в стороне не останется от общемирового тренда. И мы тоже столкнемся с этой ситуацией, когда новые варианты коронавируса будут виновны в подъеме заболеваемости у нас. Наш президент Владимир Путин заявил о возможности смягчения ограничений по коронавирусу. Как вы это прокомментируете? Я думаю, что когда президент говорит о снятии ограничений, во-первых, он говорит о очень осторожном снятии ограничений. И, естественно, предполагается, что в регионах должны быть оценены все факты текущего состояния эпидемии. И только после этого должны приниматься какие-то меры о снятии ограничений. Опять же, ограничения касаются нашей жизни общей, социально-экономической. Но есть еще и усилия, которые направлены на профилактику и предупреждение новых случаев. И в этом отношении, на мой взгляд, должно усиление происходить. Потому что со снятием ограничений, а это в условиях стратегии жизни с ковидом понятная тактика, то есть постоянно идет балансировка решений между ограничениями и, наоборот, послаблениями, чтобы социально-экономическая напряженность не возникала. И все базируется на том, насколько система здравоохранения справляется с ситуацией. Сейчас падение заболеваемости и уровень госпитализированности снизился в несколько раз в разных регионах, в два-четыре раза. И да, это позволяет говорить в стратегии, принятой у нас, о том, что можно послабление делать. Но вслед за этим, на мой взгляд, должно быть усиление противоэпидемической работы. Должны быть акценты на тестировании и на раннем выявлении новых случаев, чтобы профилактировать новый подъем заболеваемости. В январе 2021 года в общественном транспорте, в магазинах у дома можно увидеть все больше людей без масок. Как только объявили о вакцинации, люди начали разлобляться. Правильно ли они это делают? Мы уже говорили с вами о факторах неблагоприятных, которые говорят об ожидаемом росте новых случаев инфицирования. И, конечно, эти ожидания связаны в том числе и с изменением поведения людей, которые меняются под воздействием информационных каких-то посылов, что да, вакцинация может сложить сложное представление о том, что вакцинация – это начавшаяся еще только-только, но, тем не менее, уже панацея какая-то, значит, можно себя вести по-другому. Вот информационные посылы связаны с тем, что у нас улучшается ситуация и нужно меры послабления применять. И вот это все в общем может сказываться на поведении индивидуальном. Но здесь нужно помнить, что никуда вирус не делся. И мы уже видели ситуацию, когда после первой волны, из спада к августу, с сентября и к октябрю просто очень резкий рост был. Я думаю, что все помнят, насколько было сложно получать медицинскую помощь, дождаться скорой помощи, врача, получить тест своевременно, выполненный. И это все может повториться очень легко. Поэтому нужно сохранять настороженность. И, конечно же, недопустимо пренебрежение мерами личной инфекционной безопасности. Спасибо. Напомню, что мы беседовали с врачом, экспертом лабораторной диагностики Александром Соловьевым. Всего вам самого доброго и до свидания.